В эту неделю плавно перетекли события из прошлой семидневки, так как прошедший уикенд принёс несколько важных заявлений, сделанных на Петербургском международном экономическом форуме. Так, глава АвтоВАЗа заявил, что автогигант начинает работу над собственной платформой, а глава Минпромторга пообещал наладить выпуск «Побед и Волк». Но возможно ли такое вообще? Ещё один вопрос, почему КАМАЗ выбирает моторы Вейчай вместо ЯМЗ? Зато ярославские визели закупает автозавод «Урал». Но начнём этот выпуск с легковых машин. Тем более, что идею ввести льготную ставку таможенной пошлины в 5% ради ввоза одного автомобиля раз в 5 лет Минфин не поддержал. А значит, российский рынок остаётся ориентированным на внутреннее производство. До ухода Рено из России предполагалось, что АвтоВАЗ откажется от собственных платформ и постепенно переведёт все «Лады» на тележку альянса «Рено-Ниссан». Крайним сроком назывался 26-й год, однако этим планом, скорее всего, не суждено сбыться. С одной стороны, как уже объяснил глава автогиганта Максим Соколов, формально вазовцам разрешено применять французскую архитектуру. И для следующих поколений «Нивы» и «Гранты», до премьеры которых оставались считанные годы, и для нынешней линейки «Рено», включая «Логан» и «Дастер». Но заниматься последними руководство пока не планирует. У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и «Рено-Дастер». Но мы внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых компонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьёзных временных ресурсов. Более того, на Петербургском экономическом форуме господин Соколов объявил, что марке «Лада» предстоит разработать собственную архитектуру. Правда, создание базиса, на котором можно будет строить высоко локализованные автомобили, займёт продолжительное время. В долгосрочном плане наша задача — создать новую современную полностью российскую платформу автомобиля, обеспечить её глубокую локализацию. И с точки зрения радиоэлектронного оборудования, и автоматических коробок, и двигателей, и других элементов. В этом году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «АвтоВАЗ» планирует направить около миллиарда рублей. Часть из этих средств как раз пойдёт на разработку новой тележки. Разработка платформ — это дело небыстрое. Хотелось бы сделать это завтра или послезавтра, но на это уйдут годы. Мы предполагаем, что даже имея определённые наработки, базирующиеся на платформе «Лады Весты», нам потребуется не менее трёх-четырёх лет. Ключевой момент тут — упоминание Весты. То есть вазовский флагман, во времена Рено, казавшийся тупиковой ветвью развития, вдруг оказался востребованным. И все следующие «Лады» будут развивать архитектуру БСи от Весты. Что касается рестайлинговой Весты, которую показали 22 февраля, то из-за санкций и логистических проблем успели собрать лишь несколько десятков машин. По мнению вазовского президента, обновлённое семейство придётся отложить на 23-й год. Ещё один неожиданный вопрос последних дней. А действительно ли российский автофром способен возродить советские марки «Москвич», «Победа» и «Волга»? Если да, то какими будут эти автомобили? Медийную волну, как водится, поднял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который в интервью телеканалу РБК вдруг пообещал скорое возрождение культовых советских марок «Волга» и «Победа». «У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», или «И то, и то», — заявил глава Минпромторга. При этом федеральный чиновник уточнил, что проект может быть реализован на разных площадках. Группа «ГАЗ», которой принадлежат упомянутые марки, о таких планах не слышала ровным счётом ничего. В компании неоднократно заявляли, что Горьковский автозавод не собирается возобновлять производство легковых моделей. Более того, «ГАЗ» даже отказался от планов сделать фургон с несущим кузовом. В 2012 году нижегородцы построили прототипы безрамного «Соболя-Некст», но разработку новой платформы признали нерентабельной. Поэтому новый «Соболь-НН» спроектирован классическим рамником и, по сути, представляет собой укороченную «Газель-НН». Как бы то ни было, в ответ на откровение министра Мантурова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин даже изъявил готовность оказать необходимое содействие. По его словам, у российского автопрома действительно есть желание реинкарнировать советские бренды. «Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок, как «Волга» и «Победа». Готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку», цитирует слова чиновника агентства РИА Новости. «Помощь и поддержка — это, разумеется, хорошо. Но вот сделать наскоком современный автомобиль — задача совершенно невозможная. Ведь даже проект «Кортеж» дошёл до стадии серийного производства лишь спустя десятилетия после старта. С массовой моделью дело обстоит ещё сложнее. Ведь конструкторы должны по максимуму использовать недорогие серийные решения. В идеале применять уже имеющиеся узлы и агрегаты. Из платформ, которые можно использовать, мы имеем только уазовский «Патриот», нижегородскую «Газель» и две архитектуры марки «Ладо» — от «Гранты» и «Весты». И, пожалуй, ни один из этих базисов не годится для постройки «Волги» или «Победы». Другое дело взять готовую разработку, на которую навесить ностальгический шильдик. И это наиболее вероятный вариант развития событий. Дешёвый, быстрый, а при наличии достойного донора даже прибыльный. В партнёры придётся подбирать автопроизводителя из дружественных стран. Их главными претендентами выглядят Китай и Иран. Но повторимся, изо всех советских марок на публичной повестке дня стоит только возрождение москвича. Так как правительство Москвы поставило задачу возобновить работу бывшего завода «Рено Россия» и единственный способ сделать это в сжатые сроки — освоить выпуск уже готового автомобиля. Чтобы выжить в условиях внешних санкций, российскому автопрому самое время объединиться. Создать общий консорциум поставщиков, наладить взаимные поставки компонентов, унифицировать двигатели, коробки передач и мосты. Но в реальности этого не происходит. Совсем недавно Автоплюс рассказывал, как челнинская фирма «Риад» по просьбе КамАЗа примерила на грузовик классической серии К3 китайский двигатель «Вейчай». Получившаяся машина сейчас проходит испытания. Причины появления такого автомобиля понятны. Немолодой КамАЗовский V8 тяжёл и прожорлив, а дизели «Каминс», которые выпускало совместное предприятие «Каминскама», попали под санкции. Новая рядная шестёрка «КамАЗ-910», созданная в Челнах, оказалась велика для грузовой классики. Но почему было не взять агрегат ЯМЗ? Например, 11-литровый ЯМЗ-650, в гамме которого есть версии отдачи от 290 до 420 сил. Для самосвалов отлично подошёл бы агрегат 530-й серии, что может выдавать до 330 сил. Его вполне хватает «Уралу-Некст», так что для камских грузовиков ярославская рядная шестёрка тоже сгодилась бы. Ни набережные Челны, ни Нижний Новгород не комментируют, почему «КамАЗ» не покупает двигатели ЯМЗ. Официальный ответ таков. От грузового автогиганта не поступало запросов на закупку ярославских двигателей. Похоже, что наши автопромышленники, несмотря на санкции, просто не готовы налаживать взаимовыгодное сотрудничество. Хотя ярославцы вовсе не прочь найти нового покупателя для своей продукции. Напомним, что газ сейчас налаживает производство некоего загадочного дизеля, который можно было бы устанавливать на «Газели», «Соболе» и «Валдае». Сами газовцы пока скрывают, что это будет за мотор. Но есть обоснованное предположение, что этим движком окажется четырёхцилиндровый «Фотон Аукан Пауэр». У него есть версии объёмом 2 и 2,5 литра, а обещанный ресурс составляет более полумиллиона километров. Пресс-служба Горьковского автозавода не опровергает и не подтверждает эту версию, но аккуратно допускает. Если другие российские автопроизводители вдруг захотят приобрести двигатель нижегородской сборки, для этого не будет никаких препятствий. То есть, если, например, УАЗ захочет оснастить свой «Патриот» современным дизелем, он сможет рассчитывать на поставки газовцам. В придачу ульяновцам даже предложат шестиступенчатую механику, которую тоже разработала и выпускает группа «Газ». Автозавод «Урал» похвастался успехами. Из-за ухода многих конкурентов продажи грузовиков этой марки резко выросли. В мае прошлого года компания передала клиентам 257 машин, а в этом — на сотню экземпляров больше. Интересно, что санкции вдобавок продлили жизнь немолодому семейству «Урал-4320», поскольку корпоративные клиенты поменяли свою закупочную политику. Они вновь делают ставку на недорогую продукцию российских производителей. В итоге завод оказался обеспечен заказами на классическую линейку минимум до сентября 2022 года. И если ранее предполагалось, что 2023 станет последним для ветерана отечественного автопрома, то сейчас отставку решено отложить. И ещё. В 2023 году «Урал» готовится наладить производство нового поколения мостов собственной разработки, а конкретно ведущих мостов грузоподъёмностью от 10 до 16 тонн и управляемых осей грузоподъёмностью от 7,5 до 9 тонн. Появление таких узлов позволит расширить гамму новыми машинами, в числе которых неполноприводные грузовики и тяжёлые внедорожники. По планам производителя, выпуск этих новинок поможет марке обойти конкурентов. В первую очередь, китайских. При условии реализации проекта «Урал» планирует самостоятельно выпускать не менее 18 800 мостов и осей для автомобилей только под свои потребности, а также около 5000 комплектующих для спецтехники. Добавим, что сейчас для многих своих моделей российский производитель грузовиков вынужден закупать детали трансмиссии за границей, в основном в Китае. По классическому мосту 4320 давно нужна более современная замена. Между тем, в Челябинскую область приехали двое первых секретарей посольства Южноафриканской республики. Они посетили несколько вузов, технопарк информационных технологий, а также автозавод «Урал». В Миасе посольским работникам показали музей истории автопрома и производственные цеха автозавода. Притом экскурсия носила не экскурсионный, а деловой характер. Оказывается, представители ЮАР подбирают промышленного партнёра для своей страны. Так, по словам секретаря посольства Секоми Махубы, в провинции Вестерн-Кейп есть сборочная площадка, где прежде выпускались грузовики Мерседес. И теперь тамошние власти подыскивают автопроизводителя, готового оживить замерший конвейер. От себя добавим, что компания Daimler действительно владеет заводом на юго-востоке ЮАР. Там выпускается множество легковых моделей. Более того, последние тиражи Мерседесов С-класса приходили на российский рынок именно оттуда. Собственно, легковой конвейер продолжает работу. А вот сборка грузовиков Мерседес-Бенц, похоже, была прекращена. Во всяком случае, на сайте Daimler сейчас указано, что предприятие делает только автобусы и легковушки. Санкционная удавка продолжает затягиваться. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт грузовиков, самосвалов и бульдозеров на территорию России. Самой заметной потерей для наших перевозчиков станут бескапотные среднетоннажники от марок Хина и Фусо. Они успели полюбиться российским ритейлерам как универсальный инструмент для доставки товаров внутри города. Между тем, в Московской области планировалось запустить собственный завод Хину. Там хотели делать грузовики полной массой до 18 тонн. Вот только теперь почти готовый конвейер мощностью 2000 машин ежегодно придется заморозить. Производством техники Фусо занималось совместное предприятие ДК РУС, расположенное на территории КамАЗа. Эта площадка замерла еще ранней весной. Очевидно, что прямой заменой ушедшим японцам в первую очередь станут бескапотники Хёнде, а также российские ГАЗ Валдай Некст и КамАЗ Компас. В сегменте тяжелых грузовиков японские бренды не играли заметной роли. А вот на стройках бульдозеры, экскаваторы и даже шарнирно-сочлененные самосвалы Марк Хитачи и КамАЦу встречались часто. КамАЦу даже запустило производство экскаваторов и землевозов. С 2010 года предприятие, расположенное под Ярославлем, смогло собрать больше 5000 землеройных машин. Это действительно много. В свою очередь в Твери делали экскаваторы Хитачи среднего размера, то есть эксплуатационной массой 20-30 тонн. При этом Хитачи настоящий ветеран нашего рынка. Его представительство было открыто во времена СССР в 1982 году. Власти Литвы опубликовали перечень товаров, которые запрещено перевозить из Калининградской области на территорию России через Литву. В нем, среди прочего, есть транспортные средства, включая коммерческий транспорт различного назначения. В первую очередь под ограничение попала грузовая номенклатура завода «Автотор», который выпускал немалую часть среднетоннажников марки Хёнде. Кроме того, в Калининграде работает производитель прицепов, полуприцепов и надстроек Грюнвальд. В итоге ввести из России в Россию комтранс Грюнвальда и Хёнда теперь можно только морем, обходя Литву, Латвию и Эстонию. Если марка Грюнвальд уже пользовалась морскими перевозками, то остальным придётся переориентироваться прямо сейчас. Тем более, что грузовую линию по Балтийскому морю постепенно насыщают судами. В конце мая к трем железнодорожным паромам добавился роллкер оборонлогистики Урса Майер. В конце июня на линию встанет ещё один универсальный сухогруз «Холмогоры» Северного морского пароходства. А в сентябре ожидается и четвёртый, достраивающийся сейчас дополнительный паром генерал Черняховский.